Сегодня важная информация для родителей. Мы подготовили вместе с нашим гостем. Это консультант отдела организации отдыха и оздоровления, управления демографической и семейной политики, опеки и попечительства Министерства труда и соцразвития Новосибирской области. Зовут ее Елена Васильевна Терехова. Доброе утро, Елена Васильевна. Доброе утро. Тема летняя, прекрасная, очень приятная, особенно когда речь идет о льготах. Когда можно купить детские впечатления, да еще и недорого, это замечательно. Давайте сначала пройдемся по местам. Куда в этом году можно попасть этим летом по льготным путевкам? По льготным путевкам можно попасть в любой лагерь, который функционирует на территории Новосибирской области, с одним единственным условием. Этот лагерь сам должен принять решение о том, что он принимает детей по льготным путевкам. То есть он должен поучаствовать в тендере на оздоровление льготной категории детей. А лагерь это может быть абсолютно любой, как санаторный, так и просто летнего типа, и даже палаточный. Как это узнать? Есть какой-то список на каком-то сайте лагерей, которые участвуют в этом году в тендере? Или можно позвонить в лагерь, который вас интересует, и узнать? Можно и таким, и таким способом. Перечень, совершенно верно, он давно существует. Он размещен на нашем официальном сайте Министерства труда и социального развития. Его можно найти в разделе «Детские отдыхы и оздоровления». Называется он «Реестр организации отдыха детей и их оздоровления». Там все организации, которые функционируют на территории Новосибирской области. Там вы можете найти подробную информацию, там где расположен лагерь, какие условия проживания, даже кратко там можете прочитать, контактный телефон администрации и даже официальный сайт этих лагерей, на который вы также можете пройти и посмотреть, что это за лагерь своими глазами, увидеть условия, в которых теоретически потенциально будет проживать ваш ребенок. А по поводу путевок льготных, да, действительно можно узнавать в отделах пособий социальных выплат. Это наши территориальные органы. Есть ли путевки в интересующий вас лагерь? А для жителей области, для жителей города это разное количество лагерей? Или и тех, и других принимают все те, кто принял решение работать по льготным путевкам? Все те, кто приняли решение работать по льготным путевкам, принимают абсолютно всех детей Новосибирской области. Потому что когда наше министерство распределяет путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а это именно та категория, за которую мы отвечаем, здесь дети попадают из сел, так скажем, Новосибирской области и, соответственно, из города Новосибирска тоже попадают. Поэтому мы оздоравливаем всю область на всей территории. Ну, так как прямо сейчас заходить на сайт не будем, так просто навскидку, можете сказать, много лагерей? Есть из чего выбрать? 80! Ого! У нас вообще столько есть, оказывается, в области? Или это там не только наши лагеря, а еще какие-то... Есть подвох. Два лагеря расположены за пределами Новосибирской области. Это какие? Можно подвох сказать? Можно, конечно. Это горный егерь, он принадлежит сибирскому кадетскому корпусу нашему, находится в республике Алтай. И лагеря Заповедный Бор. Его балансодержатель ИП, который зарегистрирован на территории Новосибирской области, также находится на территории Республики Алтай. Остальные 78, простите, из них 11 палаточных на территории Новосибирской области и 11 лагерей, которые принимают санаторно-оздоровительные лечения. Все остальное летнее? Да, остальное летнего типа. Санаторный курортный не очень богатый выбор, если сравнивать просто с летними. То есть, получается, по льготной путевке в какой-нибудь лагерь в Подмосковье не попадешь, к сожалению? Не попадешь, к сожалению, потому что это расходование областного бюджета, оно ограничено территорией Новосибирской области. А еще есть места? Стой. Я не для себя. Для граждатых нет. Это очень актуальный вопрос, и почему-то родители действительно волнуют только в конце мая. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к ответственным родителям и попрошу планировать их отдых детей своих заранее. Потому что, если речь идет сейчас у нас с вами о льготных путевках, то это предоставление все в порядке очередности. Где-то, по-моему, с апреля открывается вот эта очередь, да? С апреля открывается очередь в городе Новосибирске. У них такая практика сложилась. Это центр раньше был каникулярного отдыха СОЛО, сейчас это целый ресурсный центр по организации каникулярного отдыха Формула Успеха, он теперь называется. У них система с апреля, а мы принимаем заявления круглогодично. Даже вот так? Да. Можно отдохнуть в этом году в августе, в сентябре, еще на следующий год уже заявочку написать? Да. Почему нет? Так и нужно, наверное, делать. Прекрасно. По поводу критерий, кто может рассчитывать на льготные путевки, какой именно сегмент населения, после рекламы обсудим. Елена Васильевна Терехова у нас в гостях. Разговариваем про льготные путевки на нынешний сезон, на грядущее лето 2018. И уже обсудили, в какие именно лагеря можно поехать. Теперь обсуждаем, кто именно может рассчитывать на льготные путевки. Льготные путевки бывают нескольких типов. Льготная путевка вообще бесплатная. Она положена раз в год ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации. Это та зона ответственности, за которую отвечает наше министерство. И есть льготные путевки с доплатой. Запитание в основном, да, это считается? Нет, нет, оно в процентном соотношении. Сейчас расскажу. Значит, наше министерство реализует 10% путевки. 10% для родителей, для законных представителей. 90% от данной путевки оплачивается за счет средств областного бюджета. Такая путевка предоставляется во внеканикулярный период. В основном это для того, чтобы дети съездили в санаторное здоровительное лагеря. В санаторное весна, да? Да, 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 совершенно верно. Неканикулярный период. Для того, чтобы дети с ослабленным здоровьем в течение года подправили свое здоровье. Здесь есть некоторый нюанс. Очень важный для родителей, которые планируют такой отдых. Сохраняется организация учебного процесса. Ну, потому что в санаториях очень часто есть свои учителя. То есть 3 недели или даже 24 дня, как сейчас у нас принята санаторная здоровительная смена продолжительности, сохраняется учебный процесс в соответствии с классом, в соответствии максимально приближенных программ. На такие путевки могут рассчитывать дети с проблемами со здоровьем или все? Любой ребенок, просто для получения такой путевки сразу необходимо предоставить справку о том, что ребенок может находиться в санаторно-оздоровительном лагере и допускается к санаторному лечению. Неважно, где работает твой родитель, неважно, какой у нас семейный бюджет, просто вы можете подать заявку, если вы успели это сделать. Да, совершенно верно. В порядке очередности также выделяются эти 10-процентные путевки. И неважно, где работает родитель, какой у него доход, любой ребенок может получить эту путевку. Супер, еще какой-то... А раньше, как на предприятиях выдавали, сейчас такой нет системы, да? Сейчас система выдачи путевок на предприятии также сохранилась, только предприятия напрямую работают с детскими оздоровительными лагерями. Да, и отследить это, на самом деле, для нас... Определенный завод с определенным лагерями. Да, 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 они взаимодействуют самостоятельно. Вот, в городе Новосибирске льготные путевки, если вы являетесь жителем города Новосибирска, я уже говорила, сейчас это реализует центр «Формула успеха», там фиксированная доплата из бюджета мэрии города Новосибирска. Это 5 тысяч рублей. А остальное... Всю остальную стоимость... Доплачиваешь... Да, доплачивает родитель, законный представитель. Здесь тоже нюанс. Если лагерь палаточный, ты доплатишь меньше. Если лагерь с санаторным лечением, то ты доплатишь большую стоимость. Грубо говоря, эта система как скидочная. Хочешь скидку 5 тысяч, то да, да? Ну, можно, наверное, и так сказать. Елена, а вы сами были в лагере в детском? Безусловно. Когда была ребенком и не в одном. Да? Да. В каких, например? Я была в «Березке» отдыхала. Я даже была. Да, «Березку» знаю. И в «Юбилейном» я отдыхала. И в «Юбилейном» я отдыхала. Юбилейном, да, это «Берберск», да? Да, совершенно верно. В «Держинце» в «Тимуровце» и в «Созвездии юниор». У вас богатая биография. Ну, скажите же, что диджей – это второй человек после директора лагеря, да? Подпределите мои слова. В самом деле, важных людей в лагере настолько много, что я не берусь, наверное, их расставить по местам. Вы же знаете, что от каждого человека в лагере зависят детские эмоции. И вот, как сказала Анастасия, как можно купить детские эмоции, их не купишь, к сожалению. Вот, и подчас нам не подвластно. Вожатые – это вообще святые люди. Совершенно верно. Так, о святости вожатых – это другая тема, мне кажется. Да, ладно. Давайте вернемся к льготным путевкам. Пакет документов, которые необходимо собрать для того, чтобы получить то или иное льготный путевок. Я сейчас расскажу о том пакете документов, которые принимают в наших территориальных органах, в отделах пособий социальных выплат. Необходимо будет законному представителю ребенка, это может быть его родители, пекун или другое лицо по доверенности, собственноручно написать заявление на получение путевки для своего ребенка, также предоставить копию документа, удостоверяющего его личность. Также усложняется, если это, например, незаконный представитель, нужно будет предоставить документ, на основании которого ты пишешь на ребенка заявление. Также необходимо предоставить, соответственно, копию свидетельства о рождении самого ребенка, или можно уже паспорта, если ребенку выдан таковой документ. Также предоставляется документ, подтверждающий постоянное проживание ребенка на территории Новосибирской области. Прописка? Да, прописка, все верно. Если это заявление на получение путевки санторно-курортной, то, я уже говорила, нужна будет справка о том, что ребенку можно находиться... В летний лагерь не нужна справка? В летний лагерь при заезде нужна справка от педиатра. При подаче пакета документов такая справка на летний лагерь не потребуется. И, соответственно, если вы встаете на очередь на бесплатную путевку, и это категория трудной жизненной ситуации, вам необходимо будет предоставить документ, подтверждающий факт нахождения вашей семьи в трудной жизненной ситуации. Если это 10-процентная путевка, про которую мы до этого разговаривали, то эту справку предоставлять не нужно. Простой пакет документов. Ну, действительно, не очень сложно. Сколько всего путевок есть в резерве, так скажем, ежегодно? Это одно и то же количество или все время разное в этом году? Сколько запланировано выдать? Или уже сколько-то выдано? Я сейчас расскажу. Значит, для трудной жизненной ситуации ежегодно это более 10 тысяч путевок. 10-процентных ежегодно это тоже несколько тысяч. Две, когда все зависит от конкурсных процедур, от торгов. Поэтому количество немного плавает, так скажем. Но стабильно для трудной жизненной это 10 тысяч путевок, несколько тысяч 10-процентных. И мы еще приобретаем путевки для областных профильных смен. Их в прошлом году было около 4-х. Профильные смены это короткие смены, которые проводят какие-то организации? Да, совершенно верно. Различной тематической направленности. Их в прошлом году было около 4 тысяч по факту. В этом году запланировано порядка 4 тысяч 300 путевок на профильные смены. Итого около 20 тысяч путевок министерство каждый год приобретает и реализует через отделы пособий. Это очень большие цифры. И я знаю, есть такое разделение, по крайней мере раньше я о нем слышала, как смена социальная в лагере и смена обыкновенная. То есть вот эти льготные путевки реализуются в какие-то конкретные смены? Или они все-таки по всему лету уже? Они интегрированы. Они интегрированы. И бывает так действительно, что в одном лагере, в котором небольшая вместимость, может быть организован один заезд для детей, еще раз повторю, со всей области, находящейся в трудной жизненной ситуации. Такое может быть. В лагерях, где более крупная вместимость, эти смены могут быть интегрированы. То есть в одном лагере могут... Да, совершенно верно. В одном лагере одномоментно могут находиться дети абсолютно разных категорий. То есть путевки, приобретенные на коммерческой основе, и путевки, как вы их называете, социальные. Все лагеря готовы к приему детей? Прошли проверку? Сейчас самая активная фаза прохождения всех этих процедур. Сейчас. По допуску к лагерям. Совершенно верно. Именно сейчас, в данный момент, идет активная работа во всей области по подготовке именно к приему загородных оздоровительных организаций. Сейчас самая горячая пора, когда все надзорные органы и все проверяющие структуры ездят и делают свою работу. Есть уже какой-то процент, который уже готов, уже прошли все? Есть процент получения санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии. Где-то, наверное, одна треть сейчас уже на данный момент. Но это еще не страшно, потому что еще до лета есть время. Это абсолютно не страшно, потому что планы, задания, это то, что должен выполнить лагерь для того, чтобы ему открыться, они были выданы еще по окончанию летнего сезона прошлого. Поэтому это абсолютно не страшно. Все организации загородные на 100% знают, что им нужно выполнить и в какие сроки. Поэтому получение разрешительных документов, оно непосредственно накануне заездов тоже допускается. Поэтому сейчас идет работа по подготовке. Мы как живем в Сибири, погодные условия, сошедшие недавно совсем снег, не позволяют начать нам подготовку загородных организаций слишком рано. Поэтому сейчас как раз идет активная фаза. А правда ли, что перед тем, как ребенок заедет, родители имеют право приехать и посмотреть лагерь? Вы знаете, это на усмотрение конкретной организации. Это настолько внутренние моменты каждого лагеря, что кто-то, я знаю, не пускает даже во время заезда. Да, и телефоны забирают. Да, да, да. И на самом деле спорный вопрос, имеет ли право на это. Но внутренними документами организации, наверное, имеет право. Вот, слава богу, никаких... Но во время заезда это объясняется, насколько я знаю, тем, что вот у родителей не может же предоставить справку, что я здоровый. Совершенно верно. А приедет, заразит всех ветрянкой, грубо говоря. Совершенно верно. Это внутренний, закрытый коллектив. Но по поводу того, чтобы до заезда, например, за пару дней приехать и пустой лагерь осмотреть. Вот такое, я слышала, можно делать? Я думаю, что можно, но сейчас так стали активно развивать социальные странички, сети наши лагеря. И правильно делать, что сейчас можно, не выезжая никуда из дома, не доезжая до Берской зоны, сидя дома у компьютера, можно ознакомиться с условиями, в которых поедет ваш ребенок. Лагеря сейчас с удовольствием стали делиться этой информацией и выкладывать фото. Потому как, ну, не имеет смысла скрывать это, в любом случае, это станет доступно. Есть родительский день. Да? Вот приезжай и смотри. Спасибо большое. У нас в гостях была Елена Васильевна Терехова. Спасибо. Все? Да? Спасибо.